В средней части самолета был рассыпан порошок белого цвета. По легенде, некто прибыл из Австралии, и его цель сорвать чемпионат. Для этого тайком пронес на борт сибирскую язву. Вещество при вскрытии упаковки быстро распространяется по салону. Пассажиры почувствовали ухудшение самочувствия. Вот в связи с этим были отработаны весь алгоритм мероприятий. Весь алгоритм — это целая цепочка сложных действий. На место происшествия прибывает около ста специалистов разных ведомств. Первыми к пострадавшим идут санитары-эпидемиологи. Их задача — быстро определить, кто успел заразиться и ликвидировать очаг заражения. Следом за дело берутся саперы. Без лишних слов вместе со служебными собаками они изучают салон, проверяют, нет ли бомбы. Если все чисто, нужно быстро эвакуировать людей. Этот самолет вмещает в себя больше ста пассажиров. И чтобы все эти люди без паники и единовременно покинули свои места, требуется достаточно большое количество времени. Но сегодня удалось справиться за считанные минуты, потому что выходов работало целых два. Через задний отправляли якобы больных пассажиров, таких было 12. Ну а через передний выход добро пожаловать всем здоровым. Уже на земле все пассажиры принимают душ. Но не обычный, а дезинфицирующий. Одни могут быть свободны, а пострадавших увозят на обследование. Учения в Казанском аэропорту – обычное дело. И когда на месте происшествия работают разные службы и ведомства, важно четкое взаимодействие. Эти вопросы по взаимодействию, по отработке ежегодно, в общем-то, ну, отрабатываем. И я не скажу, что мы достигли на сегодняшний день совершенства, может быть, да. То есть есть еще над чем работать, но тем не менее, я считаю, что взаимодействие, взаимопонимание было полнейшим. Этот день стал показательным для главного аэропорта республики. Совсем скоро сюда будут лететь сотни тысяч людей с разных концов планеты. И к такому вызову здесь уже готовы. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.